здравствуйте друзья мы с вами сейчас будем снимать проезд по мосту мост по которым мы поедем это один из нескольких мостов которые соединяют так называемый пенинсулу то есть полуостров с тем что называется east bay то есть восточная часть залива а пенинсула соответственно уже между океаном и вот этим самым заливом залив как сказать немножко как бы помирает может быть вы даже видите вот если вам так вправо я могу час камеру чуть повернуть его ну да его же потому и осушаются это что он помирает он где-то загнивает там нет проточной воды достаточно и вот он весь изъеден вот этими польдерами и они так потихонечку высушивать его с одной стороны с другой стороны залив является заповедником и вот та часть которую мы сейчас вот так справа наблюдаем это заповедная зона и там уточки там журавли там пеликаны и всякое такое хозяйство то есть как бы и то и другое присутствует одновременно вот сейчас мы заезжаем на этот мост и вы видите что мост так сделал чтобы под ним можно было проплыть судно залив в общем-то судоходный но нельзя сказать что по нему ходили какие-то суда особо вот этого не видать над заливом если вы когда-нибудь будете сюда прилетать на самолете над заливом делают заход на посадку в сан-франциско интернешнл аэропорту вот эти вот лайнеры то есть они заходят на аэропорт который находится прямо на заливе немножко влево от меня на ту сторону и вот они так залива так заходите так и садятся и такое ощущение сейчас в воде окажется весь самолет но это только внешнее такое впечатление вот на самом деле так они довольно безобидно безопасно садятся что еще сказать мы сейчас пересечем значит пик этого поста и может быть нам удастся увидеть что-нибудь ту сторону тоже значит когда говорят про кремниевую долину то имеется в виду определенная территория которая в общем-то захватывает и во первых конечно саму пенинсулу а во вторых и есть бэй тоже то есть вот такие города как фриман например там на милпитас вот это все часть кремниевой долины вот видите я надеюсь что вам видно вот эти пульдеры которые рассекают водичку и там они потихонечку высушиваются я вот могу сказать что за те годы что мы здесь живем уже существенная часть была осушена планов по этой части я не знаю не могу сказать но вот иногда так едешь и там сероводородом может пахнуть вот какие-то участки ведь может на этом бережку вот значит может пахнуть дальше что там бывает так она потихонечку зарастает прорастает поверхность воды потихоньку начинает скрываться под проросшим уж не знаю что там оно само растет или как в общем такое большое хозяйство и уже много лет это все проводится линия на осушение миллиарацию как правильно сказать даже не знаю в общем такие работы на те территории которые освобождаются их в общем-то застраивают тоже со временем это медленный процесс вот не то что сегодня высушили завтра застроили так такого нет и мы сейчас так потихонечку видите мы проезжаем справа у вас вот видны такие участки с поверхностью воды изолированные так и полосками суши а мы сейчас еще немножко дальше проедем и вы увидите уже какие-то застройки я на самом деле уже сейчас вижу там впереди подачи в истбэе сейчас строится очень-очень много зданий технологических компаний там слава богу и сейчас уже хватает этого хозяйства но застраивается это новая застройка это красивые большие здания очень симпатичные там приятно работать это рукой подать до кремниевой долины как таковой вот насколько там скажем вот пола алта от маунтин вью от сани вейла до скажем вот до фриманта ну полчаса там фриман ньюарк хейвард там много разных городков побольше или поменьше мы сейчас со светланы едем в гости к софии я надеюсь что вы знаете софия это наша сотрудница у нас работает в портном компьютерском и она живет чуть севернее города хейвард это достаточно большой город она живет в городе под названием сан лорензо небольшой город и те из вас кто так сокрушенно покачивая головой гадага и дорого в калифорнии дорого в кремниевой долине вот дорого мы сейчас приедем сан лорензо вы увидите значит там я отдельный сюжет сниму про дома которые там стоят и в общем то там где-то сейчас 430 440 450 тысяч вот вот эти дома строят стоит а то что вы видите это сказать вот тут по левую руку это долл так называемое это место где машины платят денежку за проезд по мосту в ту сторону как мы ехали денежка не взимается а вот в обратную взимается я боюсь собрать сколько стоит мост я довольно редко здесь езжу поэтому стоит три четыре пять долларов такого плана когда-то мы там не помню по доллару даже платили я работал на этом берегу первая моя работа айтишная была вот примерно здесь вот вы видите справа то что застрали то чем застраивается значит отвоеванная у залива территория вот там какие-то организации вот так в общем так все все мило это территория с той стороны это была территория города менло парк вот а здесь уже мы я так понимаю во фримонте но точно не скажу так что друзья я на этом заканчиваю наш сюжет с проездом по мосту и я надеюсь что вам это в так географическом смысле может быть позволило получить более такое полное представление о том что такое кремниевая долина и ее окрестности счастливо